здравствуйте друзья ну уж раз начали кататься на новых автомобилях поехали поехали берем в тест-драйв новенький джейку джей 8 вот этот вот красавчик мы его с вами рассматривали еще раз рассмотрим но сначала прокатиться на рынке джейку джей 8 составит а уже составил конкуренцию exit rx он обладает принципе таким же силовым агрегатом и такими же техническими характеристиками только в отличие от rx джей 8 больше по габаритам на российский рынок как я знаю пока поставляются 5 местные версии скоро ожидаются уже 7 местные варианты есть заводская навигационная система либо можно будет подключить посредством беспроводного интерфейс проецируемые системы apple carplay и android авто подключается беспроводным методом по bluetooth подключаем и автоматически все будет соприкаться климатическая система скольки зоны двухзонный климат-контроль можно отрегулировать на левую на правую зону для сзади сидящих пассажиров стойках имеется дополнительные дефлекторы чтобы было комфортнее и было больше возможности индивидуальных настроек под капотом у нас двухлитровый турбированный двигатель 249 лошадиных сил и работает он в паре с роботизированной коробкой передач 7 ступенчатой все то же самое что в rx только робот этот модифицирован улучшен и переключает намного лучше нежели в rx сейчас мы выйдем на трассы и вам продемонстрируем как вообще разгоняется новенький джейку джей 8 то есть это на секунду до автомобиль легко разгоняется никаких рывков скачков при переключении передач отличная плавность хода и динамические характеристики расход топлива расход топлива среднем будет составлять 9 с половиной 10 а вот разгон не засеклись 8 8 с половиной чуть побольше но это полноприводный автомобиль или 100 почти что две с половиной тонны огромный пятиместный позже появятся продажи семиместные варианты сразу же по цене скажи ценовая категория таких автомобилей колеблется от 4 миллионов трехсот девяносто девяти тысяч рублей и есть прекрасные выгоды ведет рыбина давай за наличку сколько за наличку вот 3 400 до 4 400 до 4 400 это минимальная комплектация максималка максималка 500 давай сбавим скорость и снова разгонимся потому что мы не могу засечь этот момент как машина подрывает вот я не замечаю даже дело проверим стаката например пускай-то будет девяносто километров в час как будто выезжаем на обгон до 125-130 моментально как вам джеку g8 отличный автомобиль на котором хочется ехать ехать далеко потому что получаешь от него удовольствие про память настроек водительского кресла есть да здесь несколько режимов но и персонализированный плюс отдых сон вождение аудиосистема аудиосистема идет sony премиальный сегмент вот сколько динамиков здесь идет 9 динамиков это в максималке будет 9 динамиков включая собой все верно чем еще может похвастаться джеку g8 он может похвастаться ассистентная безопасность он может похвастаться ассистентами видео адаптивного груз-контроля в который будет ходить и ассистент движения в полосе экстренное торможение ассистенты проезда перекрестка выезда с парковки сохранение дистанции мы можем продемонстрировать систему удержания полосы движения да все просто то есть руль отпускаем и она сама будет да она будет подруливать вот таким вот образом то есть если например водитель задумался или там не заметил препятствий автомобиль раз может распознать это и применит именно торможение пода звуковой сигнал и начнет тормозить автомобиль не кидает до стороны несмотря на сильный боковой ветер за рулем не ощущается комфортно уверенно можно выбирать аромат стоят арома картриджа то есть можно выбрать свежий релакс подрядчик все очень просто настраивается интенсивность в салон появляется запах и от сейчас у нас свежесть робот переключает вообще без всяких проблем не слышно ни тычков не запоминаний ничего нет слышно что переезжаем какую-то кучечку это же новая машина другого и быть не может правильно современная добротная материал отделки мне нравится как торпеда затянута как дверные карты затянута это короткостриженная алькантара я так думаю да а сиденья натуральная кожа средняя часть или полностью сиденья из натуральной кожи комплектация суббит полностью идет натуральная кожа пойдемте посмотрим как выглядит салон новенького джеку джей восемь кстати не обратил ваше внимание на то что автомобиль имеет двухцветную окраску кузова крыша у нас черная вниз серебристый ну и серебристый темно серебристый ручки выдвижные в боковых зеркалах есть датчики мониторинга слепых зон сзади вид на зверную карту со стороны переднего пассажира здесь есть кнопочка с помощью которой открывается дверь есть аварийный рычажок его тянем и дверь у нас открывается все то же самое на втором ряду также дверь открывается с кнопочки есть аварийный рычажок на дверях второго ряда присутствуют шторки механические двери сами закрывают линию порога здесь у нас пластиковая накладка она упирается в резинку тем самым не натирается грязь музыка sony динамиков в автомобиле 9 штук обстановка на втором ряду здесь есть подогрев климатическая система двухзонная ниже usb слот type-c слов 3 подголовника в центральной части подлокотник здесь мы видим подстаканники крыша отделана алькантары салон виде коричневый есть также черный салон в дверях нет петел наличие интерьерной подсветки центральная часть выполнена из кожи верхняя часть выполнена из короткострижной алькантары здесь у нас под дерево пластик черный глянец на передних дверях все то же самое кроме тут добавлен пульт управления положениями сидений мы можем регулировать угол наклона атаманки сделан ровненько и можно ее убрать полностью атаманка присутствует только в максимальных исполнениях также передний ряд сидений стоит отметить что с подогревом с вентиляцией есть функция массажа на передних сидушках подголовники с боковой поддержкой ремни регулируются по высоте подушки безопасности в сиденьях есть спереди сзади в стойках и подушки безопасности есть фронтальная селектор а кпп расположен на рулевой колонке как на рексе как на многих современных автомобилях центральная консоль парящие в нижней части мы видим боюсь отломить ну что то здесь друзья у нас расположена знают напишите в комментариях розетка на 12 вольт беспроводная зарядка для телефонов подставка для ключей подстаканники шайл выбора стиле езды подогрев передних сидушек включается сенсор на нижней подлокотника с охлаждением крышка перчаточного ящика с микролифтом руководства по эксплуатации здесь у нас нету панель выполнена также из комбинированных материалов это пластик вставка под дерево короткострижная алькантара приятная по тактильным ощущениям приборная панель здесь такая же как вексит rx вексит txl и вексит lx в общем это новая ноу-хау от китайцев проекция на лобовое стекло и пойдемте на рабочее место водителя или давайте прежде чем заглянем на рабочее место водителя посмотрим багажное отделение 5 дверь с электроприводом нажимаем заднем вам передатчики парковки сразу же вам отмечу обстановка багажнике здесь у нас есть шторка плафон освещения сабвуфер под фальшполом полноразмерно запасное колесо на литом диске дома карат баллонный ключ буксировочная петля знаковаренной остановки розетка на 12 вольт легкосплавные колесные диски 20 резина michelin на задней оси подкрытки фетровые дорожный просвет сколько выведу в описании и на передней оси видим подкрытки уже в отличие от задних они здесь пластиковые тип привода на автомобиле полный вот так у нас выглядит дверная карта со стороны водителя пульт управления боковыми зеркалами или стеклоподъемниками совмещен вместе боковые зеркала с электроскладыванием культ управления положениями водительского кресла расположен на дверной карте за рулем обстановка шикарная обзорность хорошая стойки не напрягают все видно кругом по тактильным ощущениям материалы хорошие непривычно когда с кнопочки открывается двери но тоже сильно сильно друзья круто и посмотрим за сколько же продается шикарный джеку джей 8 вот ценник есть смотрим цену представленного автомобиля 4 миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч рублей технические характеристики как и сказал нам менеджер автосалона минимальной версии может быть за 4 400 максимальная стоит 5 100 ну как вам друзья новиночка на российском рынке джейку джей 8 нравится не нравится давайте обсуждаем в комментариях и конечно же назовем конкурентов кто конкурент я вижу что конкурент джили манджаро и конкурент exit rx больше конкурентов я не вижу знаете сможете назвать пишите их в комментариях вместе там подискутируем пообщаемся кто лучше кто хуже на мой взгляд джейку джей 8 достойный автомобиль достоин внимания замечанию не к нему нет все друзья до новых встреч